Организаторы выставки решили объединить в одной экспозиции портреты очень разных, но при этом очень интересных людей. Половина из представленных работ – это портреты шахтеров. Фотограф Константин Сова специально ездил в Торес и там, на шахте, фотографировал горняков сразу после смены, когда они только вышли на поверхность. Остальные работы – это портреты девушек, ставшие дипломантами киевского конкурса «Черное и белое». Казалось бы, название выставки «Жемчуг и уголь» вполне объясняет идею авторов поставить рядом суровые шахтерские лица и нежных киевских моделей. Однако задумка организаторов экспозиции оказалась намного глубже. Говоря о том, что «Жемчуг и уголь», мы на самом деле не имели в виду, что уголь – это шахтеры, а «Жемчуг» – это женщины, как многие сейчас пытаются написать и описать это в интернете. Суть выставки и ее идея намного глубже. «Жемчуг и уголь» – это метафора того, что лежит глубоко внутри. Как «Жемчуг» находится где-то в глубине океана, и его очень трудно достать, а «Уголь» находится глубоко в недрах земли. Это выставка о внутреннем свете, который есть внутри нас глубоко. И он есть не только в этих ярких образах девушек, которых обычно принято фотографировать, и именно в них видно красоту, видно этот свет, который струится из их глаз. Мы хотели сделать акцент на том, что свет струится из всех глаз, особенно из глаз этих мужественных людей. По словам организаторов выставки, многие посетители были уверены, что шахтеры – тоже загримированные модели. Настолько удалось автору фотографий донести их внутреннюю красоту до зрителей. Сергей Болдырев – Первый муниципальный.